приветствую всех сегодня хочу так быстро и легко пересадить одну свою орхидею почему я хочу ее пересадить у меня с августа месяца прошлого года цвела цвела один раз потом цветонос я подрезала когда она закончила свое цветение она отрастила боковой цветонос цвела этим боковым цветоносом у нее такие большие красивые бордовые цветы и вот она закончила свое цветение в марте и как-то после этого вот она какая-то такая невеселая скучная я бы сказала листики такие как-то не очень хорошем состоянии ну вот один у нее новый листик она отрастила она растит корешки растит воздушные корни вроде бы все так ничего но она не растит никакого цветоноса в то время как у меня все остальные там штук 12 растят цветоносы плюс я совсем не вижу у нее корней вот здесь вот в горшке то есть как бы вообще от слова вообще ничего не видно то есть вот там вот видно немножко старый а дальше не видно что там творится как там творится она посажена в керамзит то есть ничего не видно и поэтому я хочу ее достать из этого горшка и пересадить во что я собираюсь пересаживать пересаживать я собираюсь вот в этот неорганический полистирольный строительный материал который используется для утепления там еще для чего-то строительных работах и я собираюсь пересаживать него потому что в настоящее время я нахожу что это как бы очень хороший материал и для меня он самый лучший для выращивания моих орхидей каким образом я его нарезаю кратенько в двух словах повторю значит у меня есть вот такой ножик я так беру этим ножиком нарезаю на такие полосочки очень осторожно очень аккуратно это такая деревянная разделочная доска очень осторожно чтобы не поранится после того как у меня такие получились полосочки если они там получается шире я там разрезаю может быть еще или там на более широкие полосочки я потом их могу нарезать вот так вот на кубики то есть либо я нарезаю тем же ножом либо я нарезаю не только ножом а еще я нарезаю вот этим вот секатором таким вот образом то есть так вот раз и нарезала раз и нарезал режется очень легко кубики я делаю разной величины то есть не все одинаковые а есть побольше есть поменьше вот это я сегодня нарезала кубики для именно для вообще не только для этого цветка но именно потому что я хотела сегодня пересаживать я пересадила еще один цветок перед этим вот и потому что я хотела пересаживать именно эту орхидею я даже не знаю название не смогла пока определиться вот то я подготовила вот эти вот кубики сейчас я ее достану из этого горшка быстренько так сказать высыплю здесь вот у меня есть такой поддончик я ее высыплю кстати вот этот горшок даже треснул и поэтому пришлось как бы определяться можно было принципе достать из это помыть горшок там подсушить его и или даже не очень сушите просто мне усыпать но я вот приготовила во что я буду сажать значит либо я буду сажать его эту орхидею этот цветок в эту вазу либо в такой вот по величине это в общем то точно такой горшок которым она сидит либо вот в эту вазочку от чего это зависит а это зависит от того какой величины будут у орхидеи корни и где ей будет более комфортно сидеть вот сейчас я ее возьму так осторожненько осторожненько очень легко доставать из керамзита очень легко доставать из пеноплексов которые я собираюсь садить в этот полистирольный материал он называется еще пеноплекс ну вот можно тут проверить немножко корешки пересаживая я сегодня началась растущая луна я пересадку и как бы чистку корней делаю только на растущую луну немного это придумано не нами придумано так вот считается что так будет лучше вот ну в общем то корешки как вы видите в горшке практически вот даже отломала сразу так и ничего и нету хорошего а все корешки пошли наверх вот о чем это может говорить я думаю это может говорить о том что орхидея не понравился этот грунт каким-то орхидеям нравится керамзит а каким-то орхидеям не нравится керамзит и вот все корешки которые она вырастила они все оказались сверху ну вот теперь можно посмотреть что здесь можно удалить то есть удалить вот совершенно вот я просто покажу вам руками сейчас я возьму секатор вот эти вот такие гнилые окончания это еще из старых корешков вот это вот уже новенькие у нее наросли вот этот корешочек такой тверденький практически идет до самого конца тверденькие то видите что прямо корни можно прям руками оторвать там осталось это ниточка ну и в общем то по большому чуду тут нечего и удалять я не буду вот этот корень показать тут он прямо на ниточке держится ну тверденький он такой зелененький я его удалять не буду то есть когда вы пересаживаете орхидею вот старайтесь ее максимально сохраните и корни максимально все что можно сохранить постарайтесь ей сохранить а не так обчикать ее со всех сторон ну ты немножко так конца эти подрежу это чисто как бы для собственного успокоения после того как я ее помещу вот еще один корешочек видите вот прямо на ниточке а это тот же самый корни от не тоже это 2 вот один такой на ниточке а это 2 корешочек на ниточке тут какой-то черный это можно удалить а этот я 2 пожалуй удалю как бы я не очень это люблю делать удалять корешки но удалю потому что почему я это сделаю потому что вот он смотрите совершенно вот здесь вот черный там в том месте где прикреплялся ней ну и основание как бы так чуть-чуть основание она здесь вот такое сухое я бы сказала все больше я ничего у нее удалять не буду вот эти керамзитинки которые она которым прикрепилась и вот этот вот перлит который был здесь насыпан я это у нее отбирать не буду потому что можно повредить вот это вот как бы кожицу на корешках то есть она либо со временем сама отпадет ну либо так она и будет их держать вот вы видите то есть как бы орхидея такая горизонтальная вот ее очень хорошо посадить такую даже горизонтальную вазу пожалуй это был бы такой лучший вариант но у меня такой нету так сейчас я это уберу и будем продолжать дальше вот обратите внимание на такой момент когда вы достаете орхидею из органического грунта ну я имею ввиду там кора мох или что-то еще такое вот из магазина мы когда приносим то корни у нее всегда там полностью в этом в этой органике их надо мыть там или не мыть или оббирать это все а вот здесь в органики ну вот корешки такие сухенькие чистенькие в общем то даже и мыть их не надо такие просто длинные отрастила анти какой длинный воздушный корень так ну в эту вазу она однозначно не подходит это очень длинная ваза это если орхидея с такими длинными корнями которые идут вниз то хорошо получится в эту вазу как-то тоже вот я попробовала чуть-чуть она в горлышко не очень проходит поэтому не будем усложнять себе жизнь постараемся ее поместить вот в этот горшочек точно такой как у нее был я постараюсь обязательно один корешочек поставить у там чтобы он доставал до самого основания чтобы можно было там на донышко наливать немножко водички и орхидея будет получать вот хочу заметить что я перестала любить сажать орхидеи в такие горшки еще по такой одной причине из-за наличия вот этих отверстий вот обязательно корни не буду сейчас вставать и доставать от орхидеи у меня там мини которые тоже собираюсь пересадить как бы в закрытую систему я не знаю можно ли называть это закрытая система если тут будут эти кубики через которые проходит море воздуха то есть совершенно не нужно например если сажать вот в такой вазу совершенно не нужно думать о том что у тебя там должно быть обязательно вне должны быть отверстие они просто не нужны потому что воздуха достаточно поступает и сверху просто у меня нет такой подходящей вазы даже какой-то подходящей такой банки именно сейчас именно для этой орхидеи хотя может быть сейчас я возьму посмотрю мне там есть одна может быть в нее можно будет посадить к счастью его время вспомнила что у меня есть такая хорошая посудина это когда-то мне были лет 15 назад какие-то конфеты от нее где-то еще и крышка есть и вот это то что мне нравится дно закрытое большой объем она конечно будет занимать много места там где она стоит это орхидея но это неважно орхидея будет в ней хорошо и удобно куда расти корням сейчас я набросаю немножко туда вниз этих кубиков потому что все равно надо будет заполнять уже хотя нет я все-таки сначала помещу туда орхидею а потом уже а для чего вот как я вам сказала я хочу чтобы самый нижний корень туда когда попал туда в этот самый сосуд чтобы он касался дна ночью я сейчас остановлюсь на минутку чтобы не занимать долго ваше внимание и аккуратненько туда орхидею помещу вот я ее туда поместила один такой воздушный корень пошел туда там где-то его окончание а этот воздушный корень я уже не пыталась в банку поместить оставила сверху потому что боялась его поломать теперь я буду его так вот немножко придерживать и забрасывать этими кубиками туда наверно пойдет большое количество кубиков потому что объем большой я не буду как бы сильно занимать ваше время а потому что в общем то ничего тут такого нету сложного просто взять этими кубиками засыпать эту банку и орхидея будет уже привыкать к своему новому положению и я как бы забросали этими кубиками и покажу вам то что получилось конечном итоге с этой пересадкой вот теперь показываю что получилось то есть так вот я это забросала посадила можно сказать она так держится там неплохо если нужно будет я потом может быть добавлю там каких-то пару кубиков туда но я хотела чтобы от орхидея максимально получала воздух то есть корни и чтобы были максимально открыты но в то же время зафиксированы чтобы корешки пошли туда расти и чтобы она получала хорошее освещение корням то есть ну в общем то так как она в природе растет это орхидея в то же время вот ее основание орхидеи вот тут вот она практически как бы висит в воздухе то есть под ним там ничего нету и орхидея ну вот как бы с моей точки зрения максимально приближена к тому что ей бы хотелось иметь как бы в природе теперь у нас будет хорошая возможность понаблюдать за этой орхидеи то есть вот я ее пересадила в вашем присутствии быстренько то есть я дольше рассказывала там из чего сажать куда сажать как сажать чем сама пересадка то есть пересадка была очень легкая высыпала из одного горшка ничего с ней больше делать не надо было там удалила парочку таких остатков каких-то корней может это даже вполне естественный процесс и все поместила сюда и быстренько забросала этими кубиками все то есть быстро хорошо это заняло меня дольше вот я рассказываю конечно вам и показываю так заняло не больше десяти минут а вот и что еще немаловажно почему я люблю посадить вот такой сосуд с узким горлышком потому что в процессе полива потом когда я буду поливать и заливать орхидею это так замечательно воды можно налить ну так вот там несколько там больше половины вся эта конструкция не будет всплывать потому что если посадить вот такой горшок у меня есть посаженные пока в такие горшки потому что еще не на всех хватило у меня таких стеклянных хороших тяжело у нас купить у нас это вообще проблема все это купить и поэтому когда начинаешь заполнять водой не ставить воду а сверху я проливаю воду это все может вот так вот всплывать вы знаете со временем со временем орхидея корнями прикрепляется горшку и даже в пеноплекции так не всплывает я бы сказала но это должно пройти какое-то время вот ну и потом приходится мне когда я поливаю так вот орхидеи в горшке я беру и что-то ложу так сверху ну не эту палочку конечно там я могу положить тяжелый нож сверху 2 так тяжелый нож накрест налить воды она так стоит там ну сколько там минут 15-20 там если отвлеклась чем-то то полчаса ну а так вот получилось вот такая вот хорошая красивая посадка то есть самое важное орхидеи воздух проходит свет проходит водички нальем если надо там на донышке оставим что-то но я и вчера поливала поэтому пока я ничего делать не буду у нее даже и корни еще такие вот там зеленые а вообще поливать надо тогда когда корни становятся такие тоже светленькие те имеется ввиду не воздушные корни те которые там в горшке ну вот так вот так вот я могу порекомендовать такую посадку у меня уже много орхидеи я очень рада и довольна что я научилась сажать я это научилась у георгия горячевского которого я люблю смотреть видео и который я считаю лучший как бы наш учитель по орхидеям вот я не стыжусь этого говорить не все блогеры говорят у кого они учились и как они учились а я вот прямо благодарна очень этому человеку потому что именно от него я научилась ухаживать за орхидеями именно он показал вот этот материал поэтому как бы это почему бы не сказать человеку большое пионерское спасибо за то что вот он научил так ухаживать за орхидеями поэтому желаю и вам и вашим орхидеям получить хороший уход хорошего наставника ну и будем дальше наблюдать за развитием этой орхидеи я ее называю бордо по тому как она цветет может быть со временем мне удастся узнать ее названием но пока мне очень нравится как она так выглядит и хорошо свободно не то что она сидела в этом мокром горшке с этой зелени вот посмотрите даже как это все это зелень на горшке ты его сейчас пойду от мою керамзит тоже промою может даже про кипячу а может его выступлю на балконе в какой-то горшок в общем ладно это такое как бы я отвлеклась ну а пока всего вам доброго и вам вашим орхидеечкам а а а а а а а а